добрый день уважаемые зрители нашего канала сегодня будет у нас продолжение урок номер 2 как определить какую cbf вам нужно как узнать какой блок вот на примере глц 253 на диагностике у нас находится сейчас машина мы этой не определим заходим машину делаем короткий тест вот у нас итоги короткого теста ошибки какие-то зеленые галочки у нас все в порядке маленькая f это у нас значит сохраненные ошибки небольшая f это у нас непосредственно уже проблема актуальные сохраненные видим активация насоса охлаждающей жидкости имеет функциональное нарушение то есть нужно разбираться как например блок определить как он называется смотрим название видим здесь птсу например мы у него заходим ждем пока подключится наша диагностика используемый прибор vxdiac и смотрим описание вот версия блока управления принципе delphi софты какие и показывает блок трансперсии птсу так как же нам определить мы запомнили n 127 далее мы для того чтобы нам найти определенный cbf его название чтобы точно это знать мы заходим в топологию то есть нажимаем вот на это окошко не видим n 127 вот у нас название блока в топологии которые непосредственно в центре идет номер также здесь дерево как и каншин то есть какая какая шина к чему относится подносим видим шина данных диагностики канбеш шина салонная flex flex ray шина подобное все подписано все просто заходим 127 блок то что нас интересует и видим как он называется то есть блок птсу у нас будет называться в диагене с с е пи сей то есть нам нужен непосредственно файл например смрд так как здесь cbf наверняка не будет с названием цепи сей далее любой другой также блок можно посмотреть заходим в топологию нажимаем и смотрим также блок другой любой а 178 например модуль управления паранорамной сдвижной крыши люк psd вот его название tssr-222 то есть вот смрд файл и также cbf если бывает он имеет полное название этот способ можно через к центре посмотреть на более новые машины это 212 и 204 на старые машины которые в даст здесь так не посмотрите там нет такой карты там можно смотреть также в название блоках просто заходите в блок свойства например как здесь сейчас ждем предварительно как я уже показывал также существует таблицы вот например вот номер коробка да заходим в коробку ждем пока подключится программное обеспечение заходим в версию блока в даст тоже есть такая функция версия это можно посмотреть здесь видим название и в данном случае в топологии она будет определяться как другая коробка вгс 4 нак 2 и по и тому подобное то есть по такому способу можно самым простым способом найти также под видео у меня будет скинута вся база cbf как искать cbf файлы мы рассмотрим на примере программы к центре или das чуть чуть позже далее в этом видео под ссылкой также у нас будет программа видеама установка так как уроки у нас проведя мойдут я например использую для cbf или уже заранее скаченные архивы их полно в интернете ли можно самостоятельно тоже их найти здесь мы посмотрели как нам определить какой cbf файл нам нужен и как и какое его название чтобы понять что вы правильно соединились а далее продолжим перейдем на другой компьютер я там покажу как извлекать cbf файлы самостоятельно где их найти используя программы сиди флэш папки вернее сиди флэш и тому подобное